Всем привет! Решил я сделать хлебное вино. За основу я взял 10 килограмм пшеничного солода и буду все изображивать на обычных турбодрожжах. Осахаривать я буду все в приблуде, сделанное из двух 30-литровых ферментеров. В первом ферментере просверлено небольшое отверстие, во втором стоит базука и кран. Намного удобнее и эффективнее, чем мешок для затирания. Были намучился, больше не хочу. Ставлю 20 литров воды нагреваться до 74 градусов. И засыпаю 10 килограмм пшеничного солода с ферментом. Вода нагрелась, заливая солод и постоянно помешивая. После залития воды в солод температура опустилась до 65. Закрываю крышкой и оставлю на 2 часа осахариваться. За 40 минут до конца осахаривания ставлю еще 2-3 промывочной воды нагреваться до 75 градусов. Прошло 2 часа, делаю йодную пробу. Йодная проба пройдена, открываю кран и сливаю сусло. И промываю 20 литрами воды нагрев до 75 градусов. Так как частота сусла мне не особо важна, так как это не варка пива, решил немного помешивать. Открываю кран и сливаю сусло после промывочной воды. Получилось у меня 30 литров сусла. После охлаждения проверил плотность, которая составила 10%. Для 10 кг солода это очень мало. Возможно гидромодуль был слишком маленький, поэтому не получилось вымыть весь сахар. И было принято решение к существующим 10 кг пшеничного солода добавить 3 кг ячменного венского солода, который остался у меня после пива варенья и осахарить по той же схеме. В итоге еще получилось 30 литров плотности 10%. Добавляю на каждые 30 литров 50 г трубы дрожжей и ставлю под гидрозатвор. Спустя примерно 5 часов началось активное брожение. В ячменную пшеничную брагу пришлось добавить пеногаситель, так как она начала сильно пениться и пена пошла через гидрозатвор. Спустя 5 суток пшеничная брага отбродила 0, а в ячменную еще примерно оставалось 3%. Заливаю 15 литров пшеничной браги в куб. Кипячу медную сетку в лимонной кислоте. Конечно желательно использовать побольше меди, но к сожалению это вся мечта есть у меня. Собрал аппарат, начал перегон и столкнулся с проблемой. При привычном мне перегоне сахарных браг 2000 кВт пшеничная брага пошла верхом. Пока я ловил мощность, набралось целых 1,5 литра брызгунов. В итоге сошелся на 1000 кВт и постепенно прибавлял ее в процессе. Перегон браги я делал почти до воды. В итоге после перегона 30 литров браги получилось у меня 7 литров пшеничного спирта сырца крепостью 22%. Снова кипячу медную сетку, собирая аппарат и делаю второй дробный перегон. Отобрал я примерно 150 мл голов и начал отбор тела. Отбор тела я вел до спиртовой полки в 70 градусов. Крепость тела составила почти 77 градусов и количеством примерно 1,5 литра. Хвосты и головы я буду собирать, так сказать, для будущего ДНК напитка, для дальнейшего кольцевания в следующих зерновых дистиллятах. Разбавляю до 45 и фильтрую через кокосовый уголь, предварительно промытой водой от угольной пыли. В итоге у меня получилось около 2,5 литров хлебного вина, разбавленного до 40 градусов и почти столько же банка для будущего кольцевания. Ячменную пшеничную брагу я перегонял аналогично, только сделал промежуточную угольную фильтрацию. И при помощи банка получилось уже не 7 литров спирта с ЦРЦА-9. Что я могу сказать в итоге? Напиток, конечно, не пахнет хлебным мякишим, но довольно мягкий и приятный на вкус. Ячменную пшеничную мне понравилось немного больше. Возможно, потому что я делал промежуточную угольную фильтрацию, поэтому мне показалось мягче.